Здравствуйте, уважаемые любители красоты! Приветствую вас на канале Мой сад Быкова Евгений И сегодня официально объявляю открытым свой посевной сезон 2020 года А начнется он у меня с красавицы Эустома Вот такие прекрасные сорта, гибриды собранные у меня в коллекции семян И сегодня мы будем их высевать в контейнеры Вот приготовленные которые были использованы в прошлом сезоне И контейнеры даже вот из-под печенья Те, которые у меня маленькие вот такие пакетики по 5 штук, я буду сеять вот так каждое отдельное под печеньку, под тарталетки углубление Итак, какие же виды, гибриды будем сеять Гизиантус Эха Серия Эха Вот Они здесь разные представлены Вы видите их на картинке Называть не буду чтобы времени тратить Серия Эха Она ранняя То есть она должна зацвести по-хорошему раньше всех Вот это профессиональные семена из магазина Беллы То есть можно заказать и по интернету Можно приобрести и конец и точные лавки Да И продаются семена в семенных магазинах И далее Это у нас высокорослые до 70 сантиметров в высоту Стоит Однолетник Но я вам показывала в предыдущем видео что оно у меня вот это растение сохраняется как комнатное и переходит уже в многолетнее В жарких странах оно и есть многолетнее растение Далее Низкорослые Вот я нашла такие русалочка белая русалочка розовая Есть еще верность нежность Семена Саката Япония Высота 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 Растение 15 сантиметров Кустовая она должна быть Но не махровая Не знаю где найти Подскажите Если вы где-то видели или знаете производителя семян низкорослых махровых и устом Буду очень вам благодарна Так Теперь Морячие Морячие тоже ранние вроде серии Вот Махровая Она махровая Мистер Блой и Пинг Есть у нее в коллекции Далее Мэджик Супер Мэджик Белая махровая Посмотрим Если вот эта русалочка да у нас однорядная лепестковая то Супер Мэджик уже грин Причем даже не белая она она грин Зеленая должна быть Зеленая Белая Так Вот такая еще Лизиантус Рассела Вонде Роуз Лайт Браун Очень красивая расцветка И заметьте вот здесь на рисунке действительно так оно и есть Показано что бутоны мы даже не знаем вот когда набирает и устома бутоны не знаем какого цвета будет цветок в растении И только когда он распускается и устома держит в секрете цвет до самого последнего пока бутон не раскроется Это очень интересный цветок с загадкой Цветет может быть с мая по июнь так периодами потом может с июля по август и еще дать волну цветения с октября по ноябрь Но это мои такие наблюдения У кого-то может она цветет беспрерывно может какие-то по сериям она отличается беспрерывного цветения Ну и вот эти семена мне прислала Галина Жагло связаться с ней можно в одноклассниках Она проживает в Краснодарском крае поэтому я думаю все-таки семена у нее хорошо выздревают и по отзывам я уже знаю что семена имеют отличную схожесть Лена Сачкова с канала Будни Барышни Крестьянки говорит будь осторожна они могут зайти лесом но это посмотрим с вами недельки через две семена наверное будут сходить на пятый шестой день до десяти до четырнадцати дней это нормально что у стома будет сходить это значит семена свежие а может и месяц в том году у меня такое было но посмотрим и даже свои я собрала вот желтую и у стома с розовой каймой так вот это вот все семена тут 25 видов все эти как сказал уже будем в контейнере каждый в контейнер необходимо подписать вот такие липкие ценники приобрела для подписи контейнеров да то обязательно нужно поставить карандашик уж какой был теперь переходим к земле земля у меня вот такая вот воздушная микропарник я приобретаю себе не знаю она проверена у меня уже через черенкование петуния она прошла отлично теперь хочу ее испробовать и здесь при посеве и устома можно в таблетке сеять без проблем вот вот такая такое свойство должно быть у нее рассыпаться при надавливании на комок обработала предварительно споробактерийно он обеззараживает почву при помощи полива можно опрыскивать рассаду инструкция на обратной стороне написана что нужно сделать нужно развести содержимое пакета 5 грамм в 0,5 теплой воды добавить 1 чайную ложку сахара выдержать 30 минут и это до применения и 0,5 литра потом вот этих 0,5 литра приготовленного раствора разбавить водой до 5 литров и использовать согласно таблице таблица приведена может поставить на паузу и посмотреть можете сделать замедленное воспроизведение этого видео чтобы вам все это записать зафиксировать если хотите можете быстрее смотреть видео а можете наоборот в замедленном режиме пожалуйста пользуйтесь можно обрабатывать почву также фитоспорином то есть где-то за час до посева растений семена у вас обязательно должны хладиться в холодильнике и вытащить достать из холодильника вы должны непосредственно перед тем как вы начнете их уже по грунту раскладывать семена и стомы не заделываются в грунт потому что сами видите какие они мелкие если заделать их землей они просто у них не будет сил выкарабкаться из такой землянки обрыскивать уже посевы семена я буду цирконом с гетероуксином гетероуксин уже потом присоединится когда уже всходы появятся а сейчас вот циркон и также я использую вот споробактерин вместе с цирконом вот такой раствор получился он пенится если вы туда добавите и там у меня даже уголь активированный еще есть поэтому черные вкрапления добавьте циркона он будет пениться значит реакция есть в контейнерах делаем отверстия дренажные и по низу контейнера можно разложить перлит вермикулит потому что ваше растение ваша эустома она будет жить в этих контейнерах до 3 месяцев ну у меня по крайней так посев я не произвожу в ноябре в декабре у меня растение зацветает через 5 месяцев после посева это вот то что имею ввиду эхо которая ранняя серия поздняя я не помню какая у меня но она зацвела у меня вообще через 7 или через 8 месяцев ну стараюсь их вообще не сеять посмотрим вот у Галины Жаглой здесь не указано какая серия посмотрим какая из них зацветет позже всего мне для рассады цветение эустомы когда я буду если реализовать ее в мае в июне в начале она мне цветение особо не нужно я буду их подписывать я думаю покупателю интереснее когда у них дом на подоконнике этот цветок раскроет свой бутон который будет держать свой цвет в секрете до последнего мне важно чтобы она у меня зацвела на флору у нас такая ярмарка флора проходит она проходит ежегодно в начале августа месяца совпадает с днем рождения города и вот тогда мне нужно не нужна уже цветущая эустома кто-то берет подарок кто-то как комнатное растение кто-то даже пытается его почеренковать у меня ни разу не получилось был печальный опыт пишите если вы знаете как ее черенковать правильно буду прислушиваться к вам заранее спасибо итак на дно контейнера я буду уложить пенопласт вы можете ферлит вермикулит а сверху уже почву грунт торф можете использовать торф для того чтобы вот эта подложка у нас будет забирать лишнюю воду и отдавать тогда когда нужно и плюс не забудьте про дренажные отверстия в вашем контейнере то есть вот так набираем пенопласта можете сантиметра два где-то вот до такого уровня в том году из-под тортов в тортовнице была у меня посеяна и у тома сверху были торфяные таблетки но так как в этом году я решила посеять тысячу не знаю когда дело дойдет до пикировки как это все будет у нас выглядеть то в целях экономии конечно вот вот такой эконом вариант вам предлагают сделать не переживайте корни уйдут в этот пенопласт ничего страшного не будет но у каждого конечно свои секреты по посеву и устом делитесь пишите в комментарии может вы раскритикуете мой способ посева но у каждого свои секреты и ваш опыт это только ваш опыт я вам предлагаю вот по своему опыту сделать вот разровняли уплотнили немножко и теперь будем раскладывать семена конечно подписали контейнер вот это пепл от 23 01 а пепл это у нас вот такая картинка темно фиолетовая очень пользуется спросом такая эустомка итак высыпаем из мензурки семена набираем водички берем спичку обмакиваем берем семечку вот она у нас прилипла и раскладываем даже две семечки вот у нас прилипла и раскладываем ее конечно снимать и раскладывать это не очень удобно вот сейчас пройдет у меня процесс быстрее вот таким образом можно сделать бороздки можно чуть-чуть присыпать если у вас есть опыт вот так происходит раскладывание потом мы просто опрыскаем опрыскаем эту гранулку чтоб чуть-чуть разошлось вот видите две вот они всплыли разошелся вот этот слой верхний оболочка твердая разошлась раскладываем рядочками и раскладываем на расстоянии рядочками для того чтобы было хорошо проветривалось они и спички я вставляю спички не знаю возле тысячи штук я смогу вставить или нет но хотя бы возле дрожжированных я поставлю спички для меня это потом как бы показать особенно для тех у кого слабое зрение я вижу далеко плохо близко хорошо но все равно потом вы будете ориентироваться где же должен появиться этот всход вот далее мы накрываем пакетом салафановым вот так и уносим под подсветку и обязательно проветриваем вот поставили под подсветку и проветриваем вот видите это у меня укореняется калиброшка проветривать обязательно нужно чтобы конденсат уходил и опять потом набиралась влажность стопроцентная вот и таким образом